Почему вы участвуете в этом конкурсе? Я участвую в этом конкурсе, потому что мне интересно поучаствовать, увидеть что-то новое, узнать для себя. Все-таки я хочу почувствовать себя девушкой. Девушки же все хотят почувствовать себя красивой. Настя, ты участница мисс Глянец? Да. Да? Как долго ты к этому стремилась? Очень долго, очень. В интернете фотографию отправила. Фотошопила ее? Ну, я не могу все тайны сразу раскрывать. Ну, как настрой? Ну, волнуюсь немного. Да? Да. А чего-чего? Конкуренции? Нет, не конкуренции, просто стала ждать долго. Чем дольше ждать, тем дольше. Волнение вот это все. Ну да, конечно, волнение растает, точка кипения. Как зовут-то вас? Даша. Страшно было? Нет. Какие вопросы задают? Простые. Ты выиграла? Нет. Нет? Еще. А так сразу знаешь? Нет, еще. Что мы с тобой делали? Слушай, стоит вообще идти-то туда? Тебе? Ну, нет. Мои? Да. Да? Да пусть сходят девчонки, конечно. Пусть сходят, да. Расскажите себе. От одного до десяти. Оцени себя. Выиграла ты или нет? Я бы лучше не от вопроса от одного до десяти. Насколько я себя чувствую по диалогу с ними. На троечку. На троечку с ними по диалогу, да? То есть там они такие мозги сидят, да? Да не мозги. А кто? Как-то Юлька сидела передо мной. Ну, Юлька хорошо, окей. Да, они так смеялись. Смеялись над ней? Не над ней, а с ней. С ней? Да. А с тобой серьезная, да? Серьезная. Хорошо. Я хотела, чтобы они со мной поражали. Да? Да. Они, видимо, знают, что с тобой можно поржать, а вот о чем-то деловом поговорить. Видимо, я не буду говорить. А с ней они не знали, что можно поржать. Все, что меня успокоило на самом деле, да. Ну все. Я для этого был здесь. Давай, пока. Иди. Спасибо. Волновалась? Да, конечно, безусловно. Это нельзя скрыть. Любой человек, любой организм живущий, если вы приходите на такие масштабы, как выступать перед камерой или перед жюри, он всегда будет волноваться. Что спрашивали? Рассказывай. Задавали на самом деле очень глупые вопросы. Я почувствовала себя блондинкой. Хотя вроде не совсем, но вопросы, касающиеся таких, как где полюса, где сколько билет в автобусе. Я на самом деле в автобусе не живу очень много времени, поэтому почему-то ответила и ответила правильно. Видимо, я экстрасенс. Может быть. С юмором отвечала, да? Да. Я такой человек. Я в КВ не играла долго, поэтому люблю отвечать с улыбкой и с юмором. Ты готова стать мисс Глянец? Да, детка. Да, детка. Отлично. Аня, как долго ты шла к этому? Я шла недолго. Отправила свою фотографию, вот что-то вышло вроде. Сколько лайков собрала? Где-то 400, 398, где-то так. 400, 398. Хорошая сумма. Нет, около 400. Почему меня так напугали? Так, еще никто, да, не пугал? Да. А как самое страшное пугали? Не знаю. Я вообще очень пугливый человек. Да? Заметно. И всегда, когда пугаетесь, смеетесь. Ну нет, это я просто сейчас так смеюсь. А от ужастиков смеетесь? Нет, я ужасно очень боюсь смотреть. Как вы думаете, какие вопросы там будут задавать? Не знаю, я что-то не думала об этом. Это, да? Да. Я вообще как бы первый раз в таком участвую. Для меня это страшно. Каковы у вас шансы на победу? Ну это, наверное, не мне судить. Ну я так, потому что ты думаешь где-то. Я вам задаю вопрос. Ну я самая лучшая. Не знаю, я не знаю. А что смешного? Не знаю. Меня-то смущали. Да, вы самая лучшая. Как вас зовут? Фика. Фика. Вы самая лучшая. Спасибо. Вика. Вы самая лучшая. Слушай, ну что, ты готов участвовать в Низгленец? Я всегда готов. На любые движи, кроме голодовки, наверное, и сухого закона. Как-то так. Каковы твои шансы на победу? Ну я оцениваю себя очень высоко. Я буду стараться и приложу все силы к этому. Кастинг, который сейчас прошел, был очень тяжелый и очень разнообразный. Но нас порадовали девушки, которые достойно представят город Череповец и этот замечательный журнал. А проводился ли конкурс с ранее? Конкурс с ранее не проводился. В феврале 2013 года журнал «Глянец» исполняется два года. В связи с этим мы решили провести конкурс «Мисс Глянец» и найти ту самую девушку, которая будет отвечать всем требованиям журнала «Глянец». Станет ли конкурс традиционным? Я думаю, что да, конечно, потому что это отличная возможность для девушек засветиться в городе, получить некое признание и публичность. А какая будет программа конкурса? Конкурс «Мисс Глянец» опирается на общепринятые стандарты конкурсов красоты. Также будет визитная карточка, будут творческие номера. Единственное, что хочется отметить, это что критерии оценки будут немного другие, поскольку это журнал «Глянец» и требования здесь высокие. Прежде всего хочется отметить очень высокий уровень участниц. Для живого кастинга мы отобрали 30, но это была очень непростой задачей, потому что как минимум половина девушек, которых не прошли в полуфинал, были достойны того, чтобы тоже прийти на живой кастинг и поучаствовать в отборе. Но конкурс есть конкурс. Мы отобрали 30 наиболее достойных. В целом нужно отметить, что мы были удивлены очень высоким уровнем участниц. Самые разные девушки пришли на кастинг. Там были и студентки, и сотрудницы промышленных предприятий из «Газпрома», теплоэнергии, телеведущие, в общем, самых разных, вокалистки, девушки, которые пишут стихи, не боятся спеть прямо перед жюри. Поэтому действительно было очень приятно, что в нашем городе живут такие разносторонне развитые девушки, прекрасные не только внешне, но и внутренне. А сколько девушек пройдет далее? По условиям конкурса далее пройдут 15 участниц. Из них в финале останутся 10. А где девушки могут узнать новости и результаты кастинга? В общем, будет еще очень много всего интересного. О дальнейшем ходе конкурса можно будет узнать из самого журнала «Глянец», из официальной страницы группы «Мисс Глянец ВКонтакте» и на портале «Город Че». Следите, будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok